МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Еще 42 миллиона на школу на улице Зорге. Работа почтовых отделений, состав молодежной палаты. Состоялось заседание Саровской городской думы. Новые трудовые гарантии. Родители, которые в одиночку воспитывают детей до 14 лет, могут освободить от сверхурочной работы. Что такое доброта? Воспитанники мультстудии Кадрики представили свою новую работу. Далее расскажем обо всем подробно. Корректировки в бюджет города на этот год, индексацию зарплат работникам культуры, изменения в земельный налог. Эти и другие вопросы обсудили депутаты на заседании Саровской думы. Подробности далее. Галерея почетных граждан скоро пополнится еще одной фотографией. Единогласно депутаты присвоили звание почетных гражданин города Сарова Александру Петровичу Федотову, старейшему работнику Федерального ядерного центра. Он работает на заводе с 1949 года. Участвовал в разработке самого первого заряда. И, конечно, всех последующих. У него огромное количество наград, государственных наград. Это признанный специалист в области заряда строения. И его трудовая деятельность и по сей день позволяет получать такую серьезную экспертную оценку той работе, которая ведется по зарядовой тематике и по сей день. Еще одно решение касалось создания в Саровой молодежной палаты. Туда вошли 15 человек от разных предприятий и организаций, общественных объединений и спортивных федераций. Также депутаты утвердили корректировку бюджета. Текущая корректировка подразумевает выделение дополнительных средств на покупку автобусов для муниципального предприятия Горавтотранс. Это пять новеньких автобусов средней вместительности. Кроме того, выделение дополнительных средств на завершение строительства школы 11. Кроме того, депутаты запустили новый этап программы инициативного бюджетирования «Вам решать». Уже заявлены 24 проекта, которые будут претендовать на получение областного финансирования. Эта программа – прекрасная возможность жителям самим выбрать территории, которые будут благоустроены в следующем году. С 15 января на сайте вамрешать.рф можно отдать свой голос за понравившийся проект. Это установка мафов во дворах, расширение проездов, озеленение территории, устройство освещения и так далее. Голосование продлится месяц. До 31 декабря объявят победителей. Одиноким родителям дадут дополнительные трудовые гарантии. Госдума приняла во втором основном чтении законопроект, который вносит изменения в трудовой кодекс. В том числе там прописаны дополнительные гарантии для матерей и отцов, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте до 14 лет. Работодатель не сможет направлять их в служебные командировки, привлекать их к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни без письменного согласия. Есть в законопроекте еще одно важное дополнение. В случае его принятия список дополнят и полными семьями, где один из родителей работает вахтовым методом, а также работниками, у которых три и более детей в возрасте до 18 лет. В период до достижения младшим из детей возраста 14 лет. Президент России Владимир Путин назначил сенатора Пензенской области Марию Львову-Белову детским омбудсменом. Напомним, прежней уполномоченной по правам ребенка Анна Кузнецова стала вице-спикером Госдумы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Волонтеры ресурсного добровольческого центра Сарова продолжают помогать горожанам, которые находятся на карантине по коронавирусу. Оставить заявку на доставку продуктов и лекарств можно по телефону 99-113. На выгул собак по телефону 8-991-452-3272. 225 пьяных водителей задержали в Нижегородской области за прошедшую неделю. Как сообщили в региональном ГИБДД, помимо административных дел, правоохранители возбудили 30 уголовных дел. За отказ проходить медицинское освидетельствование и за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, в Нижегородской области продолжает работать телефон 112, по которому можно сообщить о пьяном водителе. Оператор передаст эту информацию дежурному ГИБДД. Автомобиль остановит для проверки ближайший экипаж ДПС. За время работы горячей линии на нее поступило более 1600 обращений. Более миллиарда рублей дополнительно получит Нижегородская область на оказание медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства выделят из федерального бюджета на оказание медицинской помощи лицам, которые застрахованы по ОМС, в том числе с заболеванием или подозрением на COVID-19. По словам губернатора Нижегородской области, сейчас в регионе развернуто около 9500 коек для лечения больных коронавирусом. Из них более 40% обеспечено кислородом. Минздрав утвердил единую форму сертификата для тех, кто прошел вакцинацию или переболел COVID-19. Она станет единой и обязательной на все территории страны с 8 ноября. В сертификате будут указаны паспортные данные, адрес прописки, номер медицинского полиса. У тех, кто прошел вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса, в документе сделают отметку о дате прививки, медицинской организации, а также названии препарата. Если человек переболел коронавирусом, то в сертификате укажут, кто и когда поставил диагноз. Также будет стоять дата выздоровления. При наличии медицинских противопоказаний к вакцинации в сертификате отметят причину. Если отвод от прививки временный, на какой он период. Сертификат будет оформляться на двух языках – русском и английском. Также на нем предусмотрено место для QR-кода. Россияне смогут получить документ бесплатно не позднее, чем через три дня после завершения вакцинации в электронном или бумажном виде. Заявку на бумажный сертификат можно подать на госуслугах или в МФЦ. Все полученные ранее сертификаты о вакцинации автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта следующего года. За минувшие сутки в России зарегистрировали 40 096 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Из них 794 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 125 человек. Из тех, кто госпитализирован, 12 в тяжелом состоянии, 5 в легком. Остальные в средней степени тяжести. Еще один саровчанин скончался. Глава города Алексей Сафонов рассказал, как в Сарове развивается ситуация с COVID-19 и какие меры предпринимает администрация города, чтобы минимизировать риски распространения заболевания. Моим решением в помощь Федеральному медико-биологическому агентству были выделены дополнительные силы, которые будут помогать в доставке, погрузке и разгрузке кислорода. Выделен транспорт, который будет доставлять врачей, задействованных в обслуживании, тех, кто переносит болезнь на дому. Усиленная работа по дезинфекции подъездов и общественного транспорта. Организован волонтерский штаб. Ситуация с COVID-19 складывается сложно. Показатель заболеваемости растет по всем возрастным категориям. Резко увеличилось количество заболевших детей. Пациентов становится все больше. Коечный фонд практически заполнен. А медперсонал работает из последних сил. Но каждый из нас может помочь врачам. Для этого достаточно соблюдать масочный режим и сделать прививку. Да, она не спасает от самого заболевания, но значительно увеличивает шансы, что болезнь пройдет без осложнений. Поэтому прошу вас серьезно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких. Если есть такая возможность, проведите предстоящие ноябрьские выходные дома. 1 января 2022 года листки нетрудоспособности будут оформлять только в электронном виде. Сведения о закрытии больничного поступят работодателю автоматически. Бумажные листки нетрудоспособности, выданные до 1 января и закрытые после этого срока, оплатят в обычном порядке. Процесс прохождения листка нетрудоспособности с момента его оформления и до выплаты по нему пособия доступен в личном кабинете фссрф lk.fss.ru. Более подробная информация на сайте fss.nov.ru. Саровчане приняли участие во втором конкурсе фестиваля «Время гитары» под эгидой Московской международной ассоциации гитарного искусства. Наш город представляли преподаватели детской школы искусств и детской школы искусств номер 2 Анастасия Кох и Глеб Дементьев. Подробности далее. Дуэт Анастасии Кох и Глеба Дементьева существует уже 5 лет. Учась на втором курсе музыкального колледжа, ребята решили попробовать сыграть ансамблем. Обратились к преподавателю, выбрали произведение, и все закрутилось. За это время они участвовали и побеждали на многих областных и всероссийских фестивалях, покоряли жюри на конкурсах музыкантов, организованных госкорпорацией «Росатом». И вот музыканты взяли новую вершину, стали победителями второго международного фестиваля «Время гитары». Фестиваль собрал гитаристов из разных уголков России и ближнего зарубежья. В рамках конкурса прошло несколько концертов. Один из них организовали в Кафедральном соборе, другой – в Галерейнику. Как признаются музыканты, побывав на таком мероприятии, они получили заряд творческого вдохновения и стимул для дальнейшего развития. Первое произведение – это была гитарная классика рубежа XVIII-XIX века, Фринандо Карульли, и веселый бразильский танец. В планах музыкантов расширять репертуар и почаще выступать на концертах. Я посещаю во время этих конкурсов мастер-классы, я смотрю, как преподают, как себя ставят, что дают детям преподаватели, которые там сидят в жюри, потому что, безусловно, все члены жюри, они также очень хорошие преподаватели, у которых есть тоже именитые ученики, победители. Смотрю, впитываю, интересуюсь, потом стараюсь это применять уже непосредственно в своей работе. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. На протяжении пяти лет клуб «Фокс-Вокс» проводит занятия для всех, кто хочет учить английский язык. В формате дружеских встреч ребята обсуждают книги и делятся своими эмоциями. Подробности в следующем репортаже. Сделать изучение языка интересным и нестандартным решили организаторы клуба любителей английского языка «Фокс-Вокс» в Саровском физико-техническом институте. Ребята обсуждают книжные новинки, разговаривают о культурах Англии и Америки, проводят различные мероприятия на английском языке. В таком формате клуб работает пять лет. Первое собрание было посвящено Стивену Кингу, его творчеству. Мне очень близок жанр ужасов, и я поделился своим интересом с остальными. И потом, в дальнейшем, мы начали организовывать новые мероприятия, начали проводить встречи по «Властелину колец», по «Игре престолов». На прошлой встрече студенты второго курса института направление специальное машиностроение рассказывали первокурсникам о своей производственной практике. На английском языке сделать это было непросто. Но чем сложнее задача, тем интереснее работать и учащимся, и самим преподавателям. Ребята могут услышать как раз не только преподавателей, но и своих ровесников. Они могут задать вопросы на английском языке не в рамках предмета, не в рамках того, что их там дернут или скажут, неправильно сказал, неправильно спросил, а то, что им интересно. Сегодня ребята задают разные вопросы. Почему, например, докладчик выбрал именно эту тему презентации, а не другую? Клуб любителей английского языка «Фокс Вокс» также проводит мероприятия и для школьников. Организаторы ждут на своих занятиях всех желающих. В планах у клуба – сотрудничество с молодежным центром и библиотеками города. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 28 октября – Международный день анимации. Выпуском нового мультфильма отметили этот праздник воспитанники студии «Кадрики». Подробности в следующем репортаже. Доброму отношению к людям и миру мультстудия «Кадрики» решила посвятить свой новый мультфильм. Прежде чем начать работать, ребята поразмышляли о том, что значит быть добрым и какие хорошие поступки они сами сделали в жизни. Мультфильм «Что такое доброта» – необычный. Он выдержан в одном цвете, а все фигуры дети сделали из картона. Мы выбрали необычную технику, то есть в этот раз мы отказались от рисования. Нам хотелось, чтобы мультик был лаконичным, красивым и чтобы он отражал то, как можно изобразить в визуальном формате, как в человеке появляется добро. Юные мультипликаторы и преподаватели работали над новым выпуском в течение двух месяцев. За это время ребята успели себя попробовать и в качестве журналистов. К мультфильму они сняли еще и сюжет о Серафиме Саровском на Дальней Пустынке. Таким образом и репортаж, и мультфильм дополняют друг друга. Была проведена очень большая работа, чтобы рассказать про этого святого не церковным языком, а детским, чтобы донести до ребят школьного младшего и дошкольного возраста основные его жизненные позиции, установки. Сам мультфильм участники студии сняли по стихотворению Ирины Полюшко. Это произведение простым и понятным языком рассказывает, что такое доброта, а также хорошо отражает размышления ребят по этому поводу. Сюжет как раз вот эти маленькие моменты из жизни, в котором ребенок, человек может проявить доброту в своем сердце. Он коротенький, и каждому из четверостиши ребята придумывали собственный сюжет. То есть кто-то чинил заводного цыпленка, помогая сестре. Мультфильм «Что такое доброта» снят в рамках проекта «Цикл передач Кадрик-ТВ» при поддержке территории культуры Росатома. Следующий выпуск «Мультстудия Кадрики» посвятит теме сказок. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»